Брифинг, потому что будут вопросы, будут ответы, и вы в ходе нашей беседы можете в чат писать вопросы, и Галина и следующий выступающий будет отвечать на эти вопросы. Итак, друзья, дорогие, встречайте, Галина Дон – это элитный косметолог, она из Алматы, и сейчас она поделится с нами секретами возможностей наших продуктов для улучшения красоты и внешнего вида каждой женщины, девушки, женщины среднего возраста, пожилой женщины. Но, тем не менее, мы ждем от нее эти уникальные секреты и эти такие возможности, которые мы еще для себя, наверное, еще не слышали и не открыли. Здравствуйте, Людмила, здравствуйте всем-всем-всем участникам. Я хочу в первую очередь, Людмила, вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня поучаствовать в этом замечательном брифинге, такой замечательной аудитории. И, честно признаюсь, мне даже немножечко волнительно сейчас. Меня зовут Дон Галина, по специальности я врач-дерматолинеролог, дерматокосметолог. Первая моя специальность – врач общей практики, или, как сейчас очень модно говорить, семейный врач. Когда я окончила медицинский университет, я поняла, что на приеме сидеть врачом я не буду и поступила в клиническую ординатуру, выбрав направление дерматолинерологии. И спустя какое-то время полностью ушла в косметологию. На сегодняшний день я уже 10 лет в традиционной медицине. В течение 10 лет я занимаюсь дерматокосметологией. И вы знаете, наверное, как многие медики, я всегда очень скептически относилась к мнению БАДов. Я никогда это сама не принимала, в своей профессиональной деятельности никогда не применяла. И в разговоре со своими пациентами я всегда придерживалась достаточно нейтральной позиции. Ну, то есть как бы ни да, ни нет – это ваш выбор, если вы хотите пить. В компанию Коралл Клаб я действительно пришла на продукт. И этим продуктом был Билурон. Ситуация была очень интересной, конечно. Ко мне пришел на прием мой пациент, которого я не видела полгода. Почему мы не виделись? Потому что была пандемия, был карантин, мы были закрыты. И вот, значит, по истечению 6 месяцев мой пациент приходит ко мне на процедуру. И я понимаю, что что-то в его жизни изменилось. Потому что те морщины, которые были полгода назад, их просто не стало. И, значит, я провожу процедуру. Процедура была аппаратная. И потихонечку начинаю спрашивать. Я спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста, вы получали какую-то процедуру на лицо? На что мой пациент говорит, нет, Галина, знаете, я ничего не делала. Я про себя думаю, так, ладно, хорошо. Но при этом я понимаю, что это просто невозможно. Я говорю, вы, наверное, получили какие-то инъекции, скорее всего. На что он говорит, Галин, на честное слово ничего не делал. И вообще я вам рассказывала об одном продукте еще полгода тому назад, что я начал пить один продукт. И тут в моей памяти действительно всплывает тот разговор. Но на тот момент я, вы знаете, как-то вот мимо ушей все это пропустила. Потому что, честно сказать, такие вещи никогда не верила. И тут я стала ему интересоваться. Что это за продукт? С какой целью он стал его принимать? Получил ли он свой результат? Как долго он его принимает? Каким курсом принимает? Какой делает ли перерыв? И, как оказалось, мой пациент принимал данный продукт с той целью, чтобы восстановить суставные поверхности. Он спортсмен. И после тренировок у него просто стали болеть колени до такой степени, что он не мог даже сесть. В итоге он получил свой результат. Суставные боли прошли на третий месяц после применения гиалурона. Но и вот такой вот приятный бонус у него был. Это отличный результат на коже. В общем, я заинтересовалась продуктом. Я стала читать. Я узнала, в какой компании этот продукт можно приобрести. И поехала, собственно говоря, в офис. В офис продаж. И тогда в офисе я познакомилась вообще со всем, скажем так, спектром, ассортиментом Коралл Клав. И ознакомилась с концепцией здоровья. Когда я услышала концепцию здоровья Кораллова Клуба, я решила попробовать сначала на себе, честно сказать. И то тоже стала пробовать с определенной долей стептицизма. Но, вы знаете, я получила результат, замечательный результат по своему здоровью. И решила попробовать в своей профдеятельности. Стала назначать своим пациентам. Не назначать, а рекомендовать, скажем так. Рекомендовать определенные программы. Вообще, моими фаворитами, люблю весь продукт абсолютно, но фаворитами является, вот если из комплексных программ, это Порошилд программа и Порошилд Плюс, которые я назначаю всем своим пациентам, у которых есть акне. Таких у меня очень много. Есть такие, которые ходят годами. И что мы только не перепробовали, честно вам скажу. Вроде бы результаты есть, но через какое-то время все возобновляется. И вот таким пациентам я стала назначать программу Порошилд Плюс. Скажу честно, что результаты меня очень и очень приятно удивили. Я не ожидала такого результата. Когда мои пациенты стали писать мне отзывы о том, что, блин, вы представляете, кожа очистилась, высыпаний практически нет, самочувствие отличное. И тогда я поняла, что продукт на самом деле работает. Вот сейчас все мои пациенты, практически все, процентов, наверное, 80, они на продукте. Исходя из той или иной проблемы, я назначаю тот или иной продукт. Ну и практически, наверное, 50% на билуроне. Вот именно, Галина, вот именно про билурон. Какие вот вы, как специалист, можете отметить такие вот изюминки при приеме билурона, которые сказываются вот именно на коже? Потому что мы привыкли, что мы действительно восстанавливаем клещевые поверхности и совсем не заостряем внимание на таком эффекте, как кожа. Вот смотрите, когда я приехала в офис, опять же, попросила показать мне билурон. Я вообще визуал. То есть я всегда в первую очередь оцениваю все зрительно. Что меня привлекло в первую очередь? Это очень солидная упаковка. Упаковка действительно очень красивая. Следующее. Когда я открыла упаковку, я увидела, что продукт в темном стекле. Это уже говорит о том, что производитель позаботился о более длительном сроке хранения и о более длительной сохранности вообще всех этих ценных свойств продукта. Когда я ознакомилась с составом, ознакомилась вообще с массой, да, с молекулярной массой, что я для себя отметила? Ну вот смотрите, во-первых, то, что продукт находится в стекле. Это уже говорит о многом в темном стекле причем. Во-вторых, это жидкая питьевая форма. Ну то есть форма продукта жидкая питьевая. О чем это говорит? Это говорит о том, что усвоение начинается уже в ротовой полости, да. Когда мы пилурон начинаем пить, в ротовой полости у нас очень много кровеносных сосудов. Очень много, за счет чего слизистая, такого цвета розового, да. Усвоение начинается в ротовой полости. Это третье. Следующее. Это, во-первых, концентрация. Концентрация гиалуроновой кислоты 150 мг в суточной дозе, да. Это достаточно хороший объем. Плюс сам состав гиалуроновой кислоты 150 мг, хондроитин 300 мг и плюс витамин Е. Витамин Е дополнительно дает вот эти антиоксидантные свойства, да. Да, предупреждает наши клетки от временного старения. Следующее. Это молекулярная масса. Это очень важный фактор, очень важный аспект. Почему? Объясню. В природе молекула гиалуроновой кислоты, она очень крупная, 3000 нанометров. О чем это говорит? Когда мы ее принимаем, вот такую крупную молекулу, она распадается в нашем желудке под воздействием соляной кислоты и уже в кишечник попадает в виде глюкозы. Что сделали производители нашей компании «Курал Клаб» при изготовлении гиалуроновой кислоты? При производстве гиалуроновой молекулы расщепили до наночастиц или до солей гиалуроновой кислоты. Эти соли имеют размер 5 нанометров, представляет, да, 3000 и 5. О чем это говорит? Это говорит о том, что такая низкая молекулярная формула не подвергается распаду в желудке, минуя желудок, доходит до тонкого кишечника, где, собственно, начинается обратное всасывание, попадает в кровь и уже стоком крови разносится по всему организму и обладает стопроцентной биодоступностью или стопроцентной усвояемостью. В первую очередь гиалуроновая кислота напитывает наши суставы, а именно синавиальную жидкость или суставную жидкость. В первую очередь, я сразу хочу сказать, что когда вы начинаете пить гиалурон, не нужно на 3, 5, 14 сутки ждать, что все у вас будет минус 30, ваше лицо будет сиять. Нет, нет. В первую очередь идет восполнение дефицита гиалуроновой кислоты во всем организме. В каждом внутреннем органе есть гиалуроновая кислота, абсолютно в каждом внутреннем органе. Это и сердце, и почки, и печень, и поджелудочная железа. Идет наполнение суставных поверхностей, идет наполнение связок, мышечной ткани, мозговых оболочек. И только в последнюю очередь гиалуроновая кислота доходит до нашей кожи. Поэтому, когда мы начинаем пить гиалуроны, я своих пациентов всегда предупреждаю. Я говорю, вы не ждите, что через 2 недели вы помолодеете. Нет. Сначала идет восполнение дефицита гиалуроновой кислоты во всем организме в целом. И только потом вы видите результат, начинаете видеть результат на коже. Это вот я проводила такую, знаете, сравнительную аналогию между гиалуроном и продуктами, содержащими гиалуроновую кислоту других производителей. Потому что на сегодняшний день гиалуроновой кислоты просто куча. Но многие производители используют какую форму, не питьевую форму, а в виде таблеток, в виде капсул, в виде каких-то желатиновых, тоже капсул, скажем так. Но сразу говорю, что такая вот именно форма, она разрушается в нашем желудке под воздействием соляной кислоты. И принимать гиалуроновую кислоту в такой форме практически нет смысла. Я также, вы знаете, сравнила гиалурон с инъекционами, скажем так, методиками. Я вообще инъекционист. Я очень люблю делать инъекции. Это вот, это прям мое все. Но провела тоже такой сравнительный анализ между гиалуроном и между инъекцией. И хочу сказать, что, во-первых, чем привлек меня гиалурон еще? Это то, что очень удобно. Вы не тратите время на походы в какие-то клиники. Все это вы можете сделать дома один раз в день, утром во время еды. Выпили маленький стаканчик, все, и забыли. И побежали по салонам. Вы не выпадаете из социальной жизни. То есть вы выпили, побежали. Если вы приходите на прием к косметологу, а вам провели какие-то инъекции, это отечность, возможно, это синички. Многие наши дамы, они комплексуют по этому поводу. Поэтому выбирают какие-то либо праздничные выходные дни, чтобы не выпадать из социальной жизни. Следующее – это болезненность, скажем так. Когда белурон выпили, это безболезненно, это очень приятно, он очень вкусненький на вкус. Инъекции в любом случае, как бы мы ни обезболивались, это больно. В любом случае какие-то неприятные ощущения вы будете испытывать. Следующее – это ценовая политика. Допустим, я не знаю, как в ваших странах, но у нас, допустим, стоимость одной инъекции просты, как я называю, в среднем составляет 150-200 долларов. Наш белурон стоит 200 долларов, если я не ошибаюсь, примерно. При расчете это будет около 200 долларов. Плюс дозировка. Опять же, когда мы делаем инъекции красоты в одном грамме, в среднем содержится где-то 15, максимум 20 миллиграмм. А белурон – суточная дозировка 150 миллиграмм. То есть это в 10 раз больше, чем в инъекциях красоты. Плюс ко всему прочему мы получаем комплексное здоровление, комплексное здоровление всего организма, а не только нашего лица. Поэтому я своим пациентам всегда говорю, сейчас у вас есть выбор. Вы можете попробовать восстановить свою кожу при помощи белурона. Но там, конечно, не только белурон. Сразу скажу, что это комплексный подход. Необходимо подключить и клеточное питание, и коллаген, и белурон. Либо вы приходите ко мне на инъекции. Но еще плюс все зависит, конечно, от возраста. Как ни крути. Галина, я слышала, вы говорили такую вещь, что гелуронка, она все равно на коже, когда вот делаются инъекции, она все равно не будет держаться на коже так, как хотелось бы пациенту. Она все равно уйдет внутрь. То есть большая часть ее все равно пойдет в организм. И вот в этом случае как выигрывает белурон? Ну, вот смотрите. Сказать, что гелуроновая кислота до двух лет выработала. После 22 лет ее выработка резко падает. Поэтому все, что он начинает расходовать. И вот этот расход гелуроновой кислоты не зависит он, как правило, от образа жизни, от тех условий, в которых вы проживаете, от действия ультрафида и так далее. Когда мы колем гелуроновую кислоту в лицо, там лицо, руки, важно, да, куда, в кожу. Только 30% остается в коже. Все остальное выбирают наши гелуроновые кислоты. Анатолий Иванович, выключите телефон, Наталья, потому что этот шум мешает очень сильно. Поэтому только 30% остается в коже. Все остальное забирают. Я поняла. У нас есть такие вопросы, которые я бы хотела бы отнести именно к вам. Значит, вот спрашивают печень и почки. Как сказывается на коже состояние этих органов и каким продуктом можно отрегулировать? Смотрите, во-первых, кожа – это зеркало. Это зеркало всего нашего организма, не только печень и почек. Если вы видите на коже какие-то высыпания, какой-то беспричинный суд, это говорит о том, что наш организм начинает нам сигнализировать. Он говорит, дружок, подумай, что-то у тебя не так внутри в организме, что-то происходит не так. И если, допустим, приходят пациенты или мой клиент, не заболевание, пусть какие-то нарушения со стороны печени, какой продукт я очень люблю? Это, конечно же, фандетокс. Я обожаю этот чай. Я сама его принимаю каждый день по одному пакетику, уже очень длительно. Это фандетокс. Это, конечно же, лецитин. Смотрим еще. Либо артишок добавляем, либо бурдок добавляем. Но для этого, конечно, необходимо сначала собрать анамнез. То есть мы задаем вопрос, мы спрашиваем, есть ли какие-то сопутствующие заболевания и так далее. Что касается почек, я очень люблю люцерну, потому что люцерна знает почек, она разгружает почки. Плюс, конечно же, наш любимый дидромакс, это вода, это H500, который размывает, разжижает нашу кровь, вводит все водорастворимые токсины. И плюс также пентакан очень положительно влияет на работу наших почек. Скажите, пожалуйста, вот еще спрашивают, как быстро снимаются отеки после косметических процедур? Ну, смотрите, выраженность отеков тоже это дело индивидуальное, скажем так. Если вы склонны к отекам, то отеки будут. Как-то прибегать, использовать какие-то физические методы я не рекомендую, отеки должны пройти сами. На это примерно уходит 3-5 дней, скажем так. И все зависит еще от того вида инъекций, который мы выполняем. Потому что инъекции тоже бывают разные. Но в среднем 3-5 дней. И еще спрашивают такой вопрос, можно ли во время коллагена добавлять спирулину, хлорелу, витамины и омегу? Конечно, а почему нет? Почему нет? Конечно, да. Вот смотрите, спирулина, омега, это же все клеточное питание. Это то питание, которое клетка должна получать каждый день. Вот смотрите, у нас каждый день в организме триллионы клеток умирают, триллионы клеток рождаются. Здоровая клетка даст вам две здоровые клетки. А для того, чтобы дать две здоровые клетки, вам необходимо каждый день в рот вложить 28 аминокислот, 12 витаминов, 15 минералов, 3 полиненасыщенные жирные кислоты, 7 групп ферментов. А все это мы получаем откуда? Только из клеточного питания. Не думайте, что наши клетки едят мясо, овощи, фрукты и так далее. Нет, конечно, нет. Тем более в нашей еде мы знаем, что только, наверное, 10% есть что-то, да, а все остальное, к сожалению, нет. Поэтому спирулина, омега, хлорела только приветствуются всегда. Задают такой вопрос, сухая кожа, воду пьет человек много, что делать? А какую воду пьете? Ну, значит, нужно подключать какие-то другие средства. Во-первых, какую воду вы пьете, да, все мы знаем, что вода должна быть биодоступной, живой, структурированной и так далее, да. Во-вторых, вы подключаете, я вам рекомендую, конечно же, подключить биолурон, потому что биолурон, на самом деле, помимо того, что он увлажняет кожу, он ее смягчает, он делает ее действительно бархатистой. Вот, но если уж и такие средства, они помогают, тогда прибегайте к каким-то наружным средствам обязательно. Галина, такой вопрос. Есть люди старшего поколения, поэтому ему очень интересно. Если они будут употреблять биолурон, вот вопрос, люди за 70, будет результат? Результат однозначно будет. Результат 100% будет, но просто нужно набраться терпения, скажем так. Все мы прекрасно понимаем, что чем старше возраст, тем запасом биолуроновой кислоты практически не осталось, да. И пока вы восполните вот этот вот дефицит внутри, и причем восполнение, оно же идет незаметно, вроде бы пьешь, 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 а ничего не чувствуешь, там третья нога не выросла, да, третье ухо не выросло. То есть мы, все это происходит как-то очень-очень деликатно и незаметно. Поэтому результат однозначно будет. Единственное, что я рекомендую, набраться терпения, и курс будет более продолжительным. Сейчас я своим пациентам говорю, пьем биолурон минимум 6 месяцев. Потом отдыхаем 2 месяца. Да. Какие средства эффективны при пигментных пятнах? Ну, смотрите, пигментация тоже бывает разная, да. Людмила, смотрите, пояснение средства, какие, наружные или средства из Coral Club? Ну да, я думаю, что все-таки Coral Club-овские, потому что мы хотим все-таки исправлять эту ситуацию изнутри, потому что не просто так ведь это пятно появилось на коже, правильно? Поэтому это нарушение именно пигментного обмена, а он у нас внутри. Я обожаю в этом случае назначать программу Betox Plus. Вообще безумно люблю эту программу. Сама на этой программе уже очень длительное время, наверное, с июня месяца по сегодняшний день я на программе Betox Plus. И я хочу вам сказать, что у многих моих пациентов действительно осветляется пигментация именно на этой программе. Но в программе Betox Plus я всегда добавляю парафайт, обязательно, обязательно Superflora и обязательно PanDetox. и я объясняю всегда это так. Ребят, мы можем ездить на Жигулях, на Тойоте, скажем так, и на Мерседесе. На какой машине ездить, человек выбирает сам. И из этого исходит, либо вы берете просто Detox Plus, либо у вас будет Detox Plus парафайт Superflora, либо у вас будет Detox Plus парафайт Superflora и PanDetox. И когда пациентам вот это вот все объясняешь, объясняешь всю ценность продукта, они все это осознают и начинают принимать все это в комплексе. И вот именно на этой программе действительно очень хорошо уходит пигментация, осветляет пигментация. Еще такой традиционный вопрос, который волнует большую часть молодого поколения. высыпание на коже, на лице у 15-летних девушек. Что может быть? Ну, вот смотрите, 15-летний возраст, это уже говорит о том, что идет становление гормонального фона, скажем так, да. Гормоны в этот период скачут. Но это не говорит о том, что нам нужно ждать до 20-22, когда гормональный фон стаканится, и сидеть, сложить руки, ждать этого возраста. Конечно, нет. Плюс, вот смотрите, какие причины вообще возникновения акне, да, или высыпания желудочно-кишечного тракта, какие-то нарушения, да, со стороны желудочно-кишечного тракта. Это неадекватный, скажем так, уход за кожей лица, и это питание. К нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта мы также относим паразитозы. Почему? Потому что большая часть наших паразитов, они очень любят жить в желчеводящих путях. Таким образом, они закупоривают желчеводящие пути, печеночные протоки, и все желчные кислоты, которые скапливаются у нас, они опять начинают с током крови разноситься по всему организму и могут вызывать различного рода высыпания. Вот, поэтому, если ко мне приходят 15-летние, я однозначно, честно говоря, уже никого не отправляю на сдачу анализов. Раньше отправляла всех, и отправляла их к гастроэнтерологам, и отправляла к эндокринологам. Сейчас я этого не делаю. Сейчас я назначаю сразу же программу Парашют, либо Парашют Плюс. Если я так программу Парашют, я обязательно добавляю ассимилятор к программе, я обязательно добавляю лицетин. И этого практически всегда достаточно. Они идут на Парашют, а затем они заходят в головату light, то есть без голода, и только потом я назначаю клеточное питание. И результаты очень хорошие. Спасибо вам огромное. Я думаю, что мы вот эти вопросы, которые были адресованы вам, мы их все задали. И я вас благодарю. Я думаю, что и ребята могут в чате поблагодарить вас, потому что я прям сидела тут, думаем, как бы мне листика хватило записать все то, что мне важно было по гиалуроновой кислоте, потому что вот это, я никогда не задумалась, не знала вот эти дозировки, вот эту разницу. Теперь у меня такой козырь реальный, потому что, ну, скажем так, хорошо, я врач, я в этом понимаю, но даже несведущий человек в медицине может почувствовать цифру разницы, которую вы назвали, поэтому огромная вам благодарность от всей структуры. Я думаю, ребята пропишут это в чате, и мы обязательно вам передадим. И мы переходим с вами к следующему нашему ведущему. И сейчас я представлю вам Наталью. Я знаю этого человека давно, но и тогда, когда я знала еще и в качестве гастроэнтеролога, я тогда еще не подозревала, во что потом вылится ее учеба, которую она проходила в Китае, и то, что мы вчера с ней обсудили, но вот меня привело в восторг, потому что знание, вот Галина сегодня уже затронула эту ситуацию взаимосвязей кожи и наших органов. И вот сейчас мы, Анатолий Иванович, включите, пожалуйста, микрофон Наташи. Я представляю вам следующего специалиста. Это человек, который обучался традиционной китайской медицине. Человек, который сегодня работает в области косметологии, но обладая знаниями по гастроэнтерологии, вот эту взаимосвязь она сейчас постарается вам показать. Анатолий Иванович, вы включаете микрофон Наташи? Я сейчас Наташу ищу. Значит, у меня просьба к Галине, пусть она с нами остается, вдруг по ходу сегодняшнего брифинга еще какие-то вопросы возникнут, или какая-то, вот Галя, если у вас в процессе этого брифинга вы еще какую-то нюанс, изюминку вспомните, пожалуйста, включайтесь, не покидайте нас. Хорошо? А сейчас мы Наташу ищем. Так, где наша Наташа? Наташа, ты можешь сама включить звук себе? Вижу, вижу, вижу. английскими буквами. Все, я включила. Все, да. Добрый день. Добрый день. Наташа, вот мы действительно начинаем то, что мы вчера обсуждали, вот начинаем с этой взаимосвязи к астроэнтерологии, вот эти вот три Даня, про которые ты мне говорила, вот эти вещи коротко, мы хотели бы услышать такие уникальные вещи. Мне очень приятно, я как бы, кто меня не знает, я врач китайской медицины, нахожусь в Киеве уже год в связи с пандемией, потому что до этого я работала в Китае, мне в принципе было там комфортно, но я уже здесь нахожусь дома год, у меня клиника здесь своя по китайской медицине, я вам честно признаюсь, как бы я очень люблю косметологию, но косметологией я больше всего занималась в Китае, а в Украине я больше всего занимаюсь постковидными осложнениями и занимаюсь иглоукалыванием, потому что здесь прямо это все связано у нас сейчас с постковидом, Киев у нас в красной зоне, Буковель рядом, поэтому мы лечим постковид больше. И я немножечко опущусь, Люда, в постковид, потому что у меня сегодня постковидный прием, у меня уже завалена вся клиника пациентами, я уже, поэтому мы к этому и пойдем. Коллаген здесь тоже хорошо работает, и БАДы здесь хорошо работают, поэтому я буду немножечко не по сценарию, Люд, прости. Вот, но гастроэнтерологию, конечно, мы зацепим, потому что с чем сейчас, за что я люблю коралловый клуб, как бы, у нас сегодня прием тоже в постакне пациентов, и это акне связано на постковиде. С чем это было связано? Акне печеночного типа, потому что, ну, как бы, есть китайская медицина, есть западная медицина, я как бы врач с двух направлений, в китайской медицине есть акне печеночного типа, печеночно-желудочного типа, печеночно-селезеночного типа, печеночно-легочного типа, акне токсичного типа, акне гормональное сгущение крови. Поэтому, какое у нас акне сегодня, какая у меня пациентка с акне, потому что это очень важно, и я думаю, мои коллеги тоже будет это интересно. Значит, что, как у нее все начиналось? У этой пациентки сначала началась депрессия. Она ко мне пришла, у нее депрессия суицидного характера, то бишь, она идет такая тяжелая, затяжная депрессия, а после этой депрессии у нее остановился менструальный цикл, у нее остановился менструальный цикл, и потом началось активное высыпание акне печеночного типа. То бишь, у нее обсыпало всю спину, у нее обсыпало декольте, у нее обсыпало лицо, вот как бы вот здесь было обсыпало, и как можно определить акне печеночного типа, у нее идет высыпание пустого, потом она заживает, и вокруг нее появляется такая коричневая пигментация, вот это акне печеночного типа. Что мы добавляем ребятам, кому интересно записывать, я буду сразу давать формулу, потому что я буквально 2-3 дня назад читала этот семинар врачам нашим приехала вся Украина послушать мой семинар по акне, потому что мы его прямо разбирали по кусочкам. При акне печеночного типа очень важно, так как у них очень сильное закисление, можно дать гидромакс, но его не каждый потянет, обязательная коралловая вода, селен H500. Селен, ребята, 10 таблеток в день, вот прямо 10 таблеток в день селена, вот шикарно, вот ее селен с депрессией выводит на второй-третий день, можно добавить ей артишок по 2 таблетки 2 раза в день, но готовьтесь к тому, что ее обсыпет и она вам вынесет мозг, это вот неделю ее будет сыпать, она будет вас вот так вот всех ктягать, штормить и говорит, капец мне, я опять все в прыщах, я говорю, да ладно, потерпишь. Потом следующее, моя коллега знает, чего она смеется, ну просто вот мне очень приятно с девушкой, я даже вот, я думаю, я у нее получусь быть нежной с пациентами, потому что я самыми вообще ничего не нежная, они у меня пришли, как в армии построились, потом их все обсыпало, я говорю, ничего, каскарки попьете, сейчас через 2 дня пойдем, обязательно, смотрите, обязательно добавляйте каскару, вот каскара это продукт номер 1, прямо вот первое, что есть, селен каскара, селен каскара, потому что каскару можно давать через день, и она тоже будет хорошо, хорошо работать с травой, в китайской, в китайской, есть китайская формула да хон ван, да хон ван, это суп, который состоит из 4 компонентов, 4 компонентов, которые всю слизь, все токсины спускают вниз, у нас тоже эту формулу можно составить по коралловому клубу, прям вот, я даже когда в Китае работала, я специально даже адаптации писала под это мероприятие, у нас там идет каскара, каскар, потом идет селен, магнезиум и ассимилятор, вот это вот все хорошо вниз спускает, потому что очень важно, когда у них идет заболевание сырости грибов, слизи, особенно если это акне гормонального типа, акне гормонального типа, вот это вот все засыпано, все черное, у них эта слизь часто начинает подниматься наверх, и даже вот, когда у них запоры, вот был такой хороший вопрос, вот женщина говорит, я очень много пью воды, но кожа у меня сухая, да, кожа сухая, потому что у тебя легкие сухие, у тебя сухие легкие, значит надо увлажнить легкие, легкие увлажняются, у нас солодкой, вот, и надо нам увлажнять обязательно легкие, легкие, по китайской медицине прямая связь, легкие, толстая кишка, мы хорошо дышим, когда мы хорошо какаем, поэтому солодка, каскарка, флорка, все вперед-вниз спустили, это самое важное, чтобы вот эта вся слизь спускалась вниз, а не шла наверх, потому что они начинают задыхаться, они начинают это все выхаркивать, выплевывать, и выносить вам параллельно мозг, плюс еще к этому добавляется миокардит, это уже мои, которые пусковидные пациенты, ты можешь, когда вот они показывают язык, кому интересно, ну, диагностика языка, вот так вот на кончике языка, вот так вот идет, вот я вам покажу, меня видно, где камера, вот эта часть, вся ярко-красная, гиперемированная, это миокардит, вот по языку, как бы сразу видно, что у нас еще, токсичное окне, да, вот токсичное окне, это вообще все перемешанное вместе с глистами, почему так сильно корона бахнула по нашим людям, прям мы хлебосочная страна, то бишь у нас грибов, вот так, хеликобактеров, вот так, паразитов, вот так, глистов вот так, короче, всего прям вот много, и соответственно, следующий, следующий орган, который пострадал, у нас токсичный, это пострадали органы малого таза, да, Андрей, Андрей, он уже со мной согласится, вот гинеколог сидит, коллега наша, согласится, вот, и у них начали останавливаться, у них начали останавливаться менструальный цикл, месяц нету, два нету, три нету, она ко мне приходит, говорит, я буду пить гормоны, говорю, нет, ты не будешь пить гормоны, Говорит, мне сказали, что я буду пить гормоны. Я говорю, нет, не будем пить гормоны. Я смотрю на ее язык, вот у нас органы малого таза здесь. Он такой ярко с черным пятном. Вот это черное пятно, это называется по-китайски юсье. Юсье – это застой крови. Простите, ребята, я быстро говорю, потому что у меня скоро... Мне надо иголки со всех вас снимать через 15 минут. Это юсье – застой в органах малого таза, так как матка у нас полая, яичники. Они начинают в себя аккумулировать кучу всякой слизи и гадостей. И это хорошо у нас выводится опять коралловым клубом. Пошли кора муравьиного дерева, к ней пошли кошачий коготь. Что я еще очень люблю? Я очень люблю добавлять готу-кола или циркуфит. Вот циркуфит я для себя открыла. Огонь препарат. Вот прям огонь препарат. Только циркуфит надо принимать где-то... Его можно усиливать готу-колой. Его можно усиливать готу-колой. Где-то до 6 таблеток в день. Циркуфит плюс акваокс до 6 таблеток в день. Я еще, конечно, любитель поставить им иголки и фармакопунктурное влияние плазмы по точкам. То, что у нас в точке кровотворения. Месячное начинается где-то через 3 дня. Как они будут идти? Они будут идти густые, вонючие, с огромными кусками крови вываливаться. Правильно? Гинеколог со мной согласится? Согласится. Он еще не знает, что он ко мне в Киев работать поедет. Он еще не в курсе. 145 квадратов, пожалуйста, приезжайте. Места всем хватит. Наташа, ты еще говорила по состоянию кишечника девочки. Женские органы, внутренние органы. Дальше, по поводу кишечника. Я всем объясняю, девочкам и всем остальным. Кишка у нас, это не пластиковый пакет. Это полупроницаемая структура. Соответственно, если в кишке и в легких, опять возвращаемся к ковиду, скопилась куча слизи, паразитов и всего остального, у нас опять страдают органы малого таза. И у нас вот так вот опять полностью все токсичное окне. Каскара – продукт номер раз. Вот я его очень люблю. Он у меня Каскара в каждой формуле прописан, с солодкой. Наташа, как идет с возрастом, вот ты мне говорила, мне было очень интересно, как идет с возрастом потеря коллагена? Почему мы стареем, почему обвисает? Смотрите, с возрастом, конечно же, мы теряем коллаген. Я тоже теряю коллаген, я его теряю достаточно быстро. У меня это наследственность. Это люди со слабой селезенкой. То бишь, у них кровотворения недостаточные. И у нас тело становится большое, как комбинезон. Ну, такое ощущение, что у нас на деле большой комбинезон. У нас растягиваются кисти. У нас растягиваются кисти. У нас как бы усталость, тусклая кожа, все остальное. Потому что я даже часто моим врачам-косметологам, я им советую усилить продукт изнутри. Вот мне приятно, что моя коллега, она любит пользоваться билуроном. И вот я думаю, что следующий компонент, который она любит, это будет коллаген. Потому что он реально крутой. Объясню, чем он реально крутой. У нас в клинике полно коллагена. Вот я просто взяла... Люд, покажи, у тебя же есть вот эта красивая коробочка? Да, 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 да. У меня билурон есть. Вот, смотрите, видите, это шикарная коробочка. Расскажу вам секрет, почему она в таких... Тяжелая. Тяжелая. Эта коробочка, они выбрали цвет счастья. То бишь, они выбрали цвет счастья. У нас гормон цвет счастья вот прямо на этой коробочке. Это правда. Смотрите, что он у нас есть в клинике. Я просто прям счастлива, когда мне позвонила Андреева, говорит, Ниташа, у нас коллаген выходит. Я первое, что спросила, говорю, сколько тысяч? Она говорит, 10. Говорю, вот это же с пептидами. Потому что мы тоже торгуем коллагеном. Вот смотрите, самый известный Шесейд, по цене идем. Он тоже крутой, он тоже хороший, он гиалуроновой кислотой. Но здесь 10 банок, и стоит он 2 500. То бишь, 250 гривен за баночку. Если наши баночки мы поделим, это 143 гривны за баночку. И в чем его действует? Здесь он 5 500. Вот они пишут гиалуроновая кислота, там тра-ля-ля, да. Но его на курс надо взять тоже 3 коробки, потому что мы по 3 коробки продаем его. Это 7 500, или там 7 300, ну кто там на калькуляторе. 7 300, 4 300. Разница огромная, да? Здесь результат нету. Как вот, когда я начала пить наш, я думаю, дай-ка я их спробую. Мне же интересно. Но я не пью его по одной баночке в день, честно. Не пью, потому что у меня очень сильная потеря коллагена. Я ношусь как конь, катаюсь на сноуборде как конь, падаю как конь. Короче, все, что можно. Вот, поэтому я пью по 2. Я пью по 2. Я пью 1 утром, 1 вечером. Что я первое заметила? У меня начали хрустеть суставы, как бы. И вот кожа, мне же тоже уже 37 под сороковник. И вот кожа здесь начала активно растягиваться. И появились вот такие вот морщины. На локтях, это первое, что видно, кожа на руках становится большая. Я еще худая, воблоподобная. Вот, она становится вот как мешочек на тебе. Я думаю, дай-ка я выпью. Я выпила первые 2 баночки в день. И через 4 часа, через 4 часа я уже заметила результат, что кожица начала разглаживаться. Я сказала, ммм. Мне пришлось пропить 2 недели. Это выпить вот эту бачечку. Японская вот, это тоже прикологен. Он стоит у нас тоже 1516 порций. Но он порошковый. Он тоже считается премиум. В нем 5500. Но такой результат я на нем увидела только спустя 2 недели, 2. А здесь я увидела через 4 часа. Я еще не допила первую коробку. Еще не допила первую коробку. Но дальше. Что еще по коробочке скажу. Я стала просыпаться в 5 утра. Как бы у меня ушла усталость. Потому что у меня большая выработка в день. У нас в день до 50 человек носится табуном здесь по клинике. И очень большая выработка. То бишь, что очень сильно устаешь. Тебе надо постоянно быть в форме. Тебе должно быть лицо. Ты там кали в себя гиалуроновую кислоту. Не кали гиалуроновую кислоту. Мне ее на полтора недели хватает. А здесь я так себе смотрю. Не допивая первую коробку. Не допивая первую коробку. У меня начала уходить усталость. И я начала просыпаться уже в трезвом уме. То бишь, я просыпаюсь и все. Я готова к работе. Ну, это очень важно. Плюс он же еще с пептидами. То бишь, они очень быстро убирают. Вот эту вот вещь, как Галина уже начала говорить, что крупная молекула разбивается на маленькие. Вот скажи, что такое пептид, чтобы было понятно, почему преимущество именно за пептидами, а не за вот такой большой молекулой. Сейчас вся индустрия построена на пептидах. Потому что они расщепляют их до мелкодисперсной формы, которая очень быстро усваивается. Потому что, когда я прочитала, что у нас коллагенный пептид, первый вопрос, я же все равно буду ко всему продираться. Это нормальное явление. Я думаю, интересно, это маркетинговый ход или это действительно работающая формула? Это действительно работающая формула. Он действительно быстро усваивается. И я заметила это на своих руках. Потому что у меня руки, это моя работа. Быстрая выработка у меня идет в руках. Поэтому здесь дефицит сразу. На лице у меня еще ничего нет. На лице ничего нет. Но руки, руки, они прям показали, что да, действительно, они работают. Слушай, я... Он тяжелый, он тяжелый. Тяжело. А вот если они вместе, их можно? Был вопрос такой, можно ли их вместе? Конечно. Есть, я думаю, что это будет намного... Вот смотрите, вот этот коллаген, да, шесейда, он идет уже с гиалуроновой кислотой. Они совместили коллаген с гиалуроновой кислотой, но без пептидов. Есть еще одна формула с пептидами. Но я думаю, что результат от нашего биалурона плюс чистого коллагена с пептидами вместе соединенного будет все равно лучше. И по деньгам все равно будет дешевле. Наташа, скажи вот этот момент, еще акцент, что почему именно морской коллаген, почему был выбран, и он считается одним из, действительно, хорошо усваиваемых и безопасных? Морской коллаген считается, он считается гипоаллергенным, но мы же помним, да, все должны быть, все ко всему должны подходить индивидуально. И плюс он очень быстро усваивается. Он усваивается быстрее, чем животный коллаген. То бишь нашему организму приходится в 10 раз меньше тратить энергии, чем на животный коллаген. Потому что я все перепробовала. Я в Азии жила, я перепила японские коллагены, я перепила солонганец. Вот с чем я еще могу сравнить наш коллаген? Я могу сравнить солонганец. Солонганец – это тоже коллаген, только он животного происхождения, он слюни птичек. Кто знает, это бёртнесс, это гнезда. Вот это вот два коллагена, которые реально крутые. Но от бёртнесса я получила очень хорошую аллергию. Пришлось колоться, потому что он достаточно, он хорошо дает эффект, но он не гипоаллергенный, потому что это животный продукт. Еще вот такой вот вопрос у всех возникает. Как часто, вот то, что мы с тобой обсуждали вчера, как часто нужно пить именно коллаген, потому что вот я сегодня прослушивала еще некоторую информацию, что вот в Японии действительно очень много коллагена. И японцы выглядят так хорошо не потому, что они под другим солнцем ходят и другую воду пьют, а потому что они реально употребляют много коллагена. Они реально, они японцы, как азиаты, корейцы, вьетнамцы, у них коллагеновый суп продается за обедом. Ты можешь когда себе выбрать, пишешь, мне коллагеновый суп. Вот у них, они действительно его очень много употребляют. И употребляют они его практически каждый день. Как бы, ну, они следят за этим. Они прям реально, я даже помню, что где-то я была во Вьетнаме или в Таиланде, не помню, где-то вот в той среде. И прям в меню написано коллагеновый суп на куриных лапах наших украинских. То есть вот если мы сейчас проходим курс, допустим, один месяц, вот их три коробочки, да, вот, допустим, в таком объеме, то сколько желательно пройти? Вот как ощутить, что тебе нужен еще курс? Как ощутить, где нужно делать перерыв? Вот как это поймать? Вот я не могу обесказать по-нашему коллагена. Я могу сказать, ну, ближе по тем коллагенам, потому что я нас только начала пить. Поэтому я по-нашему скажу где-то к концу месяца, вот где-то в апреле. По японскому коллагену мне хватало, вот, допустим, я месяц пью или два месяца пью. И мне хватало перерыва, ну, не больше, чем два месяца. Два пьешь, два отдыхаешь, да? Два пьешь, два отдыхаешь. По каким местам нужно определять, что тебе снова нужен коллаген? Вот по каким зонам? Руки, руки, в первую очередь будут стареть руки. Вам надо обратить внимание на свои руки, прям присмотреться на руки, на все морщинки, на все здесь суставчики, вот здесь надо все присмотреться. Вот все, нам все показывают руки. Руки и шеи, потому что мы в первую очередь здесь теряем. А как ты говорила, вот ты мне говорила, в год человек теряет практически 3 килограмма коллагена. Поскольку у нас тут большинство женщин со стороны гинекологии, вот когда приходит какой-то определенный возраст, и женщины начинают жаловаться на выпадение матки, на вот эти вот, на слабость мучоиспускательного канала, на все эти вещи. Вот ты можешь как-то вот свистать? Ну, то есть вот момент... Людь, смотри, я могу тебя свертать даже по-другому. Вот я смотрю по своих пациентам, девочки, которые рожали, им еще нет 30. Нет 30. Это вот у нас такая отдельная процедура, где иглоукалывание, мы возвращаем тонус матки, возвращаем силу мучоиспускательного канала, еще нет 30, у них уже идет опущение матки. Нет 30. Как бы вот уже там начинаются проблемы, потому что уже у них вот она... Даже неважно, с избыточным весом она или нет, но у нее уже идет опущение матки. Матки, геморрой, оно уже начинается раньше. Ну, как бы наши женщины стареют раньше, чем азиатские женщины. На нашем коллагене вот сейчас, вот ты вчера заострила внимание, цена-качество. Ты можешь сейчас озвучить вот эту твою оценку по вот этому коллагену, цена-качество? Ну, цена-качество выше, чем премиум японский. То бишь, я думаю, что его цена-качество, если японский будет в такой ценовой категории стоить 10 тысяч гривен, то наш будет стоить там 4 300. Ну, это цена незавнимая. Слушай, вчера прозвучал такой интересный момент, и я хочу задать этот провокационный вопрос. Прозвучала такая вещь, как смотрят девочки в телефон? Вот этот момент, озвучь, пожалуйста. О, по поводу девочек в телефон. Почему я вчера это сказала? Потому что я вчера всем выставляла руку в телефоне. Они все мне жалуются, что у них висит подбородок, остеохондроз и все остальное. Говорят, народ, вот так смотрят. Вот так. Мы должны правильно держать телефон перед собой. Да, Наталья? А не вот так. И потом говоришь, что у меня болит шея. Вот. И, соответственно, за то, что у нас перерастянутые связки, у нас вот эта вот часть вся летит. Ну и потом все пошли у нас закалывать. Не держит. У меня просто, почему я еще использую этот коллаген, я хочу сделать испытание. У меня после аварии, после аварии разорванная связка шеи. И она, это было 10 лет назад, и она начала усыхать. И у меня все время вываливается позвонок. Пока еще я не ощутила результат на связке, но я сделала даже специально УЗИ, чтобы посмотреть, как связка будет заживать. То есть я через месяц делаю повторный УЗИ, посмотреть результат на связке до и после. Если бы, вот раньше действительно говорили, что мониторы компьютерные надо выставлять на уровне глаз. А вот с телефонами мы почему-то перестали об этом думать. По мониторам как бы сообразили, а с телефонами мы перестали это думать. Если такой момент существует, что ты можешь посоветовать, чтобы укрепить эту связку? Чтобы вот овал лица не плыл. Упражнение? Фейсбилдинг. И обязательно себя держать. Фейсбилдинг нам обязательно надо укреплять шею. Ну как в школе учились? Вытяжки делать? Как будто нас тянут за макушечку. Вытяжка самое главное. Мы вытягиваем все мелкие связочки. Еще такой вопрос. У меня написано. Твой результат. Но ты уже рассказала, когда мы принимаем белурон, ты говорила, что обязательно, желательно всегда параллельно идти с противогрибковой программой. Обязательно идти с противогрибковой программой, потому что на этом мы испытали на моей бабуле 90 лет. Я не помню. Наталья же помнит этот результат. У нее был перелом шейки бедра. Ей сделали операцию, поставили пластину. Человеку 90 лет. О какой регенерации идет речь? Они сказали, все, вот вам кресло, идите. Я говорю, не, 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 мы никуда не пойдем. Понятное дело, у нее еще артрит, и соответственно, от чего? У нее грибы просто съели все суставы, потому что человек воду никогда не пил, всю жизнь запивался компотиком, ну и булочкой. И прежде чтобы, ну у меня не было времени там давать ей противогрибковую, я ей дала сразу противогрибы вместе с билуроном, то бишь она у меня пила достаточно большую дозу, только человек взрослый, ну человек взрослый, 70 плюс, да, это все было в жидком виде, то бишь она вот, кору муравьиного дерева, ассимилятор, это все запаривалось в одном стакане в виде супа, опять, как по китайской методике, там где запаривается суп. И вот она пила это все в жидком виде. И соответственно, точно так же она у нас пила билурон. Она не выпила одну банку билурона, она на нем просидела хороших месяца 4. Ну все, ходит бакулечка, гуляет по огороду. Мы еще вчера с тобой говорили о том, что есть взаимосвязь, допустим, темные круги под глазами, желтизна на руках, что каждое вот это проявление, оно связано с определенным органом. Смотрите, а здесь про это я могу долго рассказывать, прям долго рассказывать. Это называется по китайской теории Усин Гон Си это взаимосвязь с пяти органами. И то бишь, мы должны видеть, допустим, там желтоватое лицо, желтоватое лицо, слабая селезенка, желтые круги под глазами, желтые глаза, печень, там еще там в нерв добавляется, психи все, я говорю, ого, психованный, да, петь артишок. Психи, психованный, петь артишок с лецитином, поможет. Черное лицо, темноватое такое серое, это почки. Поэтому как бы мы все опираемся на, соответственно, внутренних органов. Просто все-то не расскажешь вам за... Да, да, да. Это достаточно глубокая тема, которую она долго рассказывает. Ну, вот там была затронута тема куперозы, вот буквально два слова. Тема куперозы, сейчас я вам расскажу про куперозы, я вам два слова про них скажу. Купероза, это избыточная работа печени. И если у нас идет купероз, мы ничем его не залечим. Нам надо снять избыточную работу печени. То бишь дать им фангетокс, дать им артишок, дать им лецитин. Тогда у нас потихонечку, потихонечку будет уходить жарщок. Потому что в китайском медицине это называется печень вверх и замкнутая энергия. То бишь у нас за счет того, что в печени работает гиперфункция, она у нас блокирует селезенку и желудок, и сердце. И, соответственно, у нас вот здесь все скопилось в голове. И следующее по печени, вот этот купероз, надо же понимать, что это такое. Купероз – это первый вестник инсульта и второй вестник катаракты. Вот это купероз. И такой вот, ну вот тогда ты проронила такое понятие, тоже коротко, органы малого таза, вот ты хотела сказать, три обогрева. Ты говорила, ну я скажу, но просто я там уже как бы не расшифровывала. Вот что ты имела в виду? Есть в китайской медицине сэнтьяо, это там, где наш живот делится на три части, то бишь верхняя часть, средняя часть и нижняя часть. И когда мы опираемся, вот у них лечение идет по трем частям, то бишь мы лечим верхнюю часть, там поджелудочную, потом кишечник, вокруг пупа, потому что все это надо завести вокруг пупа, и нижнюю часть органов малого таза. Идем сверху вниз. Какие программы ты чаще всего используешь именно в налаживании вот этого состояния кишечника, чтобы это реально отобразилось на результате по коже? Я не пишу, я не использую бустеры. Я не использую бустеры, потому что у меня немножко другой подход. Я использую каждому пациенту свое идеальное написание формулы, потому что я когда просписываю формулу, я прописываю капсулы по граммам. Допустим, мне там надо каскары, там 12 грамм в день, чтобы она съела. Мне там надо ассимилятора, там 15 грамм в день, чтобы она съела. Я подписываю их просто по китайскому формуле, как я писала в больнице, выписывала врачи. Врачи, ну, свои эти, каял. И еще два слова скажи, как часто и почему у тебя ассимилятор как бы самый такой профильный продукт? Ассимилятор – это профильный продукт, потому что это у нас все завязано на селезенке. Потому что селезенка и печень – это два основных продукта органа. Поэтому в первую очередь мы завязываем все на селезенке. И селезенка у нас любит ассимилятор. Холодные руки, ноги – ассимилятор. Усталость – ассимилятор. Вот у меня чуть что – сразу ассимилятор. Просто дозировка ассимилятора можно в день принимать. Вот я назначаю от 6 до 8 таблеток капсул в день. Если совсем ледяные руки, ну где-то 8 капсул в день. Это на первые две недели. Наташа. Мы уложились время. Подождите, мы еще не уложились. Наташа. Папа, у меня это самое, пациенты лежат. Два слова, Доча. Значит, скажи мне, пожалуйста, ты когда в Китае была, ты для китайцев придумала какую-то булочку. Что это такое? А, подождите. Про булочку рассказывать не буду. Почему? Про булочку расскажу на отдельном брифинге, когда мы будем разбирать сырость, слизь и грибы. А, ну хорошо. Все. Значит, мы, да, мы тебя отпускаем, потому что я знаю, что ты на работе. И, ребят, вот если у вас еще есть какие-то интересные вопросы именно в этом отношении, потому что вы понимаете, что это косметологи, которые не работают с уходовой домашней косметикой, и которые работают на причинном уровне и на серьезном таком вот именно, скажем так, физиологическом уровне. Поэтому я просмотрела все записи, которые у меня были по вопросам. Я посмотрела то, что мы вчера обсуждали с Наташей. Мы все абсолютно проговорили. И на это у нас хватило времени. Я действительно ждала. Вот мой лежит у нас с Натальей в один и тот же день практически появился коллаген. Я в понедельник забрала, и она свою, видимо, получила в понедельник. И я специально ждала тот момент, когда я поговорю, то есть я услышу об этом, потому что я знала, что она пьет, и мне было очень интересно это мнение как профессионала. Теперь я знаю, что нужно ожидать. И сегодня я еще прослушивала лекцию еще раз Ольге Алексеевне Бутаковой. И я понимаю, что, ребята, у нас с вами сейчас очень крутой топовый продукт. Он один из ведущих на мировом рынке. То есть на таком уровне сегодня мы пока что лидеры. Если мы научимся правильно объяснять, потому что вы встретите, и то, что Наташа перечислила, вы встретите еще очень много всяких возражений, особенно со стороны определенных косметологов, которые вам будут говорить всякие штучки, что коллаген не работает, работает только крема и коллаген в кремах. Поэтому, ребята, вы должны просто глубоко сами разобраться в его преимуществах, в его возможностях для того, чтобы умело понимать, а самое главное, свой собственный результат. То есть когда у вас будет свой собственный результат, как у Наташи, тогда вам никто против ничего не сможет сказать. Спасибо огромное косметологам. Спасибо огромное сегодня нашим специалистам, лично от меня, что они приняли мое приглашение, скажем так, поддержали эту идею, и я думаю, каждый из вас сегодня узнал то, чего никогда и нигде не услышит и не прочитает. Спасибо вам огромное, девушка. Люда, Галина, дом включилась, она, видно, что-то хочет нам сказать. По поводу содержания коллагена и гиалуроновой кислоты в какой-то уходовой косметике, да, и в профессиональной тоже, по большей части это, как правило, маркетинговый ход. Сразу хочу сказать, что, как правило, такие крива, они просто не действуют, либо действуют только на поверхности, не проникая до самой ДР. Поэтому все через внутреннее применение. Наташа, 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 ты уже побежала? Нет, я еще здесь. Я вас всем благодарю. Я не буду говорить, но я пригласила девушку, она косметолог, она из другой страны, и ты знаешь, я просто не успевала все это вот в организации делать, я сбросила вот твою обложку журнала, и она мне прислала в дороге аудио, что она была у тебя на семинаре в Киеве, она еще подходила к тебе, она потом хотела еще попытаться у тебя обучаться. В общем, вот, понимаешь, шарик очень маленький. Да, шарик очень маленький. Я очень много провожу семинаров в Киеве для врачей, поэтому, если что, у кого-то есть вопросы, вот вам мой инстаграм, инста моя, пишите туда, или вот вам номер, 98, 4, 6, 6, 7, 4, 2, 5, это ватсап, вот на ватсапе я чаще. Все, я очень рада была вас всех видеть, большое спасибо, кого, с кем, кто меня не знает, кто знает, ну, все, все, счастливенько, я побежала. Спасибо огромное. Спасибо всем, я хочу сказать спасибо всем, спасибо Людмиле за то, что она организовала такой брифинг, и он возникал, и я хочу обратить внимание, что, видите, оказывается, белурон с нашим коллагеном, это будет вообще фантастическое решение. Поэтому, друзья, обратите внимание, в марте месяце появится коллаген, уже доступен будет, а белурон у нас так и есть, с 15% скидкой, воспользуйтесь возможностями. Покажите своим потребителям, что это им выгодно, и получить такие результаты. Антон Иванович, поздравьте всех женщин с наступающим Международным женским днем от себя. Я поздравляю не только от себя с наступающим праздником всех женщин. Я поздравляю тут большей части мужчин, которые находятся сегодня в нашей студии. Я хочу вам пожелать таких солнечных дней, как сегодня, море цветов, улыбок, и будьте счастливы по-женски, чтобы счастье у вас, это сохранит вам все ваши гормоны, коллагены и все остальное. Улыбайтесь почаще и живите в позитиве через любовь. Всем вам с наступающим вас праздником. Приятных выходных всем. Я благодарна всем за внимание и за активные вопросы, которые вы присылали, на которых мы построили этот наш замечательный брифинг. Всем успехов. Да, я думаю, что мы с Галиной еще будем встречаться и со всеми. Вот все будет зависеть от того, какие результаты сейчас получат от их рекомендаций люди. И тогда возникнет дальше диалог. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok